Взял себе вторую камеру, сделаю на нее такой мини-обзорчик. Чуть-чуть темнеет, все. GoPro ничтожно. Дальнейшие кадры все сняты на эту камеру. Вы сейчас слышите, как пишет камера на фронтальную. Вот, то есть, когда включаю звук только на себя. Я сегодня с покупочками. Взял себе вторую камеру, учитывая, что я всю технику сейчас распродаю, и обновляя свой сетап, взял себе вторую камеру Insta360, сделаю на нее такой мини-обзорчик, небольшое пояснение, зачем она мне нужна. Взял всяких приколюшечек к ней. В общем, я сейчас всю технику распродаю. Распродал камеру, объективы. У меня был полтинник 1.2 Sony G Master, 24-72 G Master, G 20 мм 1.8. Это все объективы самые, наверное, дорогие. Sony FX3 продал. Взял себе Sony ZV-E1. У меня сейчас микрофон на камере стоит Sony. И взял себе GoPro 10. Я продал все аксессуары к ней. В общем, раскидываю все, облегчаю их, планирую даже весь свет все продать, потому что сейчас пока не вижу для контента в этом никакого смысла. Есть идея снимать другой контент, другого формата, и Insta360 мне в этом плане очень сильно поможет. Почему взял именно ее? Она круче всех снимает в темноте. Все, это единственный был критерий для меня, потому что с GoPro я всегда с этим учился. Если чуть темнее, ты не можешь снимать нормальный контент. Да, ты можешь снимать только в солнечную погоду. Если чуть-чуть сумерки, если чуть-чуть темнеет, все, GoPro ничтожно. И я считаю, что они не поменяли это ни в 11-й GoPro, ни в новой 12-й GoPro, поэтому я беру себе Insta360. Взял себе защитное стекло, взял себе флешечку, взял себе палочку, взял себе ND-фильтры. ND-фильтры жесть дорогие. Кстати, я не знаю, есть бедные блогеры, которые покупают себе эти камеры и говорят о том, что у них несменный объектив, но вы можете взять себе ND-фильтры и все, никаких проблем, одеваете сверху и ваш экран защищен. И взял себе дополнительные крепления. Сейчас вместе с вами буду делать разбор этой камеры, покажу, что внутри. Стоимость на Бали техники, это дорого. Я отдал за все, я выпросил скидку, потому что, говорю, я вас много беру, я вас часто что-то покупаю, вы меня знаете. И мне сделали все за 10,5 миллионов. Я думаю, что где-то в Колумбуре это вышло бы миллионов 8,5. В России, конечно, это будет стоить все критически дороже, но в любом случае выглядит все очень классно. Камера прям шикарна. Мне кажется, что Insta360 на сегодняшний день это круче, чем GoPro. Это что-то схожее. Знаете, вот для меня сейчас GoPro это что-то типа Samsung, а Insta это типа iPhone. Ну, короче, они как будто интереснее. Все более красивое, все на магнитиках, все более дорогое, более такой премиального уровня. Ну, короче, это прикольно. Вот так выглядит камера. И, конечно, приоритетно был этот откидной экран. Откидной экран, потому что я снимаю влоги, и учитывая, что я снимаю влоги на Sony ZV-E1, и это у меня дублирующая камера, на которой я буду дополнительно делать какие-то подсъемы в воде, ходить где-то, на нее снимать. Неплохой звук, вполне неплохой звук. Сейчас буду снимать с нее пленочку. Это прекрасно. Так, что вообще показать? Давайте посмотрим, что внутри. Внутри у нас провод. Крепление клейкое можно куда-нибудь на шлем будет приклеить в целом. И крепление магнитное. Я взял себе дополнительное магнитное крепление, чтобы перецеплять на штатив, либо перецеплять на палку, и на вот эту вот водяную хреновину, если вдруг где-то на серфинг пойдем, или на вейкборд, чтобы перекидывать. Давайте посмотрим, какие инди-фильтры есть. Смотрите, какая круть. Freewell. Красота. У меня, кстати, для всех объективов я использую только Freewell. У меня Freewell даже сейчас с инди-фильтры одет. На всех объективах всегда, по моему мнению, это самый топ. Очень все красиво. Ай-яй-яй-яй-яй. Получается, что вот эти вот инди-фильтры, это стоит где-то 10 тысяч рублей. Наверное, в России 1015 рублей будет стоить. Но я считаю, что это необходимая покупка. Если на фоне слышите, как у меня дочь плачет, плачет, но с этим я ничего поделать не могу. Поэтому слушайте и наслаждайтесь. В общем, касаемо Freewell'а, я считаю, что инди-фильтры это необходимая база, когда вы покупаете фототехнику, когда вы покупаете вообще что-либо, дроны, камеры и так далее. Да, конечно, там они сильно что-то ругаются. У меня жена купила ей шарики Baby Shark, и они там за них борются, просто жесть. Отклеиваем все наклеечки. Ай-яй-яй, она прекрасна. Сниму сейчас пленочку с экрана. Это прекрасно выглядит. И с обратной стороны. Вроде все пленочки снял. Включаем. Так, загрузите приложение. В общем, сейчас пока этим заниматься в данный момент не буду. Это сделаю я отдельно. И в этот же блок я соединю некоторые кадры с секундпула. Вы посмотрите некоторые вставки, потому что мы поедем с сестрой на водопады. Я тестово прям покажу вам, как она снимает. Я поеду дороги, мы поснимаем таймлапсы, мы поговорим на камеру. В общем, все, что я буду снимать здесь дальше, это все будет снято на эту камеру. Поэтому, в целом, вы по кадрам можете все сравнить. Возьмем эти вставочки с влога. В общем, все это замиксуем. И вы сможете сравнить кадры. В общем, сейчас покажу вам палочку. Взял вот такую палочку. И стекло защитное. Вы просто прикиньте, как классно они работают. Это просто защитное стекло. Оно упаковано, отвечаю, как айфон. То есть, ты открываешь. Здесь все как надо вообще. Все как надо. Красивенько, классенько. Все упаковано. Давайте коротко про эту камеру от себя скажу. Что для меня приоритетно. Еще раз. Откидной экран. Это приоритетно, потому что я снимаю влоги, снимаю много, говорю на камеру. И с GoPro это объективно менее удобно. Для меня приоритетное изображение и качество съемки ночью. Все остальное сравнимо одинаково с GoPro 12 и с любыми другими камерами. Но объективно приоритетнее. Это хорошая съемка, особенно при низкой освещенности. Потому что не всегда так получается, что ты можешь снимать это в солнечную погоду. И если мы говорим еще раз про GoPro, то мы идем куда-то чуть-чуть в сумерки. Или снимать, например, на закате. И все. GoPro становится ничтожным. В этом плане Insta360 она просто уничтожает, я считаю, все камеры. Да, она чуть дороже. Ну, как бы и что. Спасибо. Спасибо моей деятельности. Спасибо компании NL, что я могу себе позволить покупать дорогую технику. В общем, дальнейшие кадры все сняты на эту камеру. Дальнейшие кадры все. Звук все снято на Insta360 Ace Pro. Так вышло, что сестра у меня уехала. А продолжить обзор нужно на эту камеру. А сегодня мы идем с моей женой на Wake Park. И сегодня в целом мы ее потестим. Сейчас, пока мы идем, я вам покажу звуки. Звук, как она пишет, как пишет микрофон. Сейчас я выйду на улицу. Здесь небольшой ветерок дует. Музыка играет. Вы сейчас слышите, как пишет камера на фронтальную. Вот, то есть, когда включаю звук, только на себя она берет. Сзади музыка. Вот так вот поворачиваюсь, скорее всего, музыку потихло. Ну, в общем, слышно достаточно хорошо, учитывая, что это экшен-канер. Так пишет стерео, когда звук берется с обеих сторон. И слышно в целом все, что происходит. Ветерок, возможно, музычка, меня. Со всех сторон все в целом слышно. Я этим звуком, ну, этим режимом не пользуюсь. Я пользуюсь в основном только шумоподавлением. Точнее, не шумоподавлением, а ветром защитой. Там здесь встроенное есть. И фронтально для того, чтобы записывать себя. И вот снижение шума ветра. Снижение шума ветра, кстати, очень сильно неплохое. Мы тестили даже на улице, прям у океана, где-нибудь встаешь. И прям вообще в целом очень хорошо слышно. Немного голос видоизменяется, но в целом слышно очень хорошо. Если человек хочет вести там влоги какие-то, что-то записывать для себя где-то на улице, то в целом прекрасно работает. Я вам сейчас покажу режим, который называется таймшифт. Это режим, который создан для того, чтобы показывать путь. У многих камер есть режим тайблапса, у многих камер есть режим там быстрой какой-то съемки. В общем, у нас здесь есть режим таймшифт, который вот конкретно для того, чтобы снимать, например, дорогу или путь, куда ты идешь. Очень классно сделан, очень классно стабилизируется. Я сейчас так проходочку сделаю, но в целом мы когда на дороге едем, на байке, я на грудь вешаю, на байке с рук снимаем, вот снимаем всегда на этот режим. Поэтому в целом, когда сейчас домой поедем, вы сможете это запечатлеть, запечатлеть, как этот режим работает. Не знаю, как сейчас слышно после воды, я отпустил ручку, потому что на одной руке ужасно тяжело ехать. Заодно потестим, как меня слышно после воды. Сейчас вам покажу, как работает режим, вот этот вот таймшифт, пока мы едем. Че, ты молодец, я даже не ожидал. А ты снимала, где я нормально ехала? Нет. Или так в самом начале, где я ехала? В самом начале только. Ужасно. Сейчас ты на доске поешь? А почему ты так в самом начале снимала? Когда я нормально ехала, я не снимала. Ну ты еще сейчас снимала. Ты молодец, прям, я не ожидал. У меня прям руки завтра, наверное, вообще просто... В смысле, три круга, по-моему, я проехала. Да. Я снимаю в 60 кадров в секунду, чтобы было можно, если что, замедлить где-то там. Сейчас сниму в замедленной съемке в режиме. Посмотрим, как будет выглядеть. Кстати, важный моментик, экранчик, который здесь вот этот вот есть, это люкс. Это максимальный топ вообще. Потому что я снимал и на GoPro, даже если у них есть впереди вот этот вот экранчик, это не то же самое, что и снимать вот с этой камерой. Здесь, когда ты видишь себя, это, ну, я не знаю, это ни с чем не сравнимо. Реально очень удобно. Субтитры сделал DimaTorzok Так, сегодня первый день у Криса. Криса, она встала на доску. Это очень сильно классно, потому что не все с первого дня встают. Очень мало кто встает с первого дня, на самом деле. Что ты мне кричала? Объяснять не умеешь. А я и не должен уметь. Так ладно, поставил туда доску, мне все объяснил, я сразу же поехала. Классно. Хорошо. Кстати, еще один вопрос, который меня очень сильно волновал, насчет откидного экрана. Не сломается ли он? Не сломается. Очень крепкий механизм. Я реально переживал, потому что из-за этого, стоит ли вообще в целом из-за этого покупать. Ведь у GoPro нет откидного экрана, есть внешний мониторчик, и это более надежно. Но на самом деле, как оказалось, нет. Я потестил, посмотрел. Механизм очень крепкий у этого откидного экрана. Сломать его, но это надо прям вообще дураком быть. Ну, в целом, когда ты делаешь что-то сильное, экстремальное, и тебе не нужно даже на этот монитор смотреть, ты его закрываешь. Но в большей части времени жизни мы всегда смотрим, мы разговариваем. Даже где-то на каких-то сценах на байке мы едем. Ты смотришь в это изображение, и издалека, конечно, все значительно лучше видно. Поэтому механизм очень надежный. Сломать его физически, ну, очень сложно. Очень крепкий, классно защелкивается. И если выбирать между внешним мониторчиком маленькой камеры у какого-нибудь GoPro, что у меня тоже было, или вот таким монитором, который ты видишь, экран. Ну, конечно, откидной экран, он прям... Это самый главный плюс от камеры, отвечаю. Ну, и, конечно, большая очень линза от лейки. Здесь очень удобное меню. Интуитивно все максимально понятно. Очень чувствительный экран. Просто мгновенно реагирует. Если сравнивать с GoPro, лучше, чем с GoPro. Не подумайте, что я сейчас оправдываю покупку. То есть, многие могут подумать, что я вот сейчас оправдываю, потому что ее купил, и сравниваю поэтому с GoPro. Но нет, я сам выбирал между GoPro и этой камерой, и могу сказать первое. Очень отзывчивый экран, очень удобное приложение, шикарнейшее приложение, которое очень быстро работает и моментально передает материал.